Продолжение следует... И рассказать о том, чего он меня научил, а поскольку мне так повезло, так случилось в жизни, вот обращаясь к предыдущим ораторам, что работа у меня любимая, то жизненный опыт, который у меня есть, он в большей части как раз с моей работой связан. Ну скажем так, мне кажется, что иногда в жизни каждого буквально человека случаются такие ситуации, когда он чувствует себя беспомощным, одиноким, маленьким человечком на большой планете, ну вот такой песчинкой буквально, которая ничего не может изменить на нашей Земле. Ну вот абсолютно. Вот были такие чувства в зале у кого-нибудь? Я вас, конечно, плохо вижу, но у кого-то когда-то были подобные ощущения? А кто-то, может быть, не понимает, о чем я говорю, нет? Нет. Прекрасно, одни и те же люди. Ну вот, а когда вы слышите какие-то подобные цифры, статистики, я не знаю, там можно их читать на экране, какие-то я могу озвучить. 23 миллиона человек за чертой бедности находятся во всем мире, а в нашей стране 700 тысяч детей-сирот. Там еще такие факты, которые поражают. Каждый третий человек страдает избыточным весом, каждый десятый ожирением. Ну вот вы когда это слышите, вы что чувствуете? Ну по-разному, наверное, все реагируют. Кто-то думает, о, ну от меня это очень далеко, к моей жизни это не имеет отношения. Думают так некоторые? Да. Кто-то думает, наверное, может быть, стоит кому-то дать денег, надо узнать, кому, куда и сколько дать денег, моя совесть будет чиста. Тоже, наверное, есть такие мнения, кто считает так? Кто-то думает, что да, это печально, это ужасно, может быть, даже будет хуже, но я-то вот, вот я маленький человек, что я могу, собственно, изменить? Могу я что-то изменить, что-то поделать с этим? Да нет, наверное, ничего не могу я с этим поделать. И, ну такая здоровая доля цинизма и скептицизма в отношении этих вопросов мне поможет. Она меня спасет. Ну вот я, честно говоря, именно с такой долей цинизма и скептицизма много-много лет назад жила. Ну, наверное, она в чем-то меня защищала, помогала. Я и мои партнеры вот за такой стеной обстраненности некоторого равнодушия пребывали до тех пор, пока в нашей жизни не произошел один случай. Как это было? У нас есть одна подруга, достаточно хорошая, близкая подруга, и вот она вдруг ни с того ни с сего решила усыновить ребенка. Ну, представьте себе, счастливая, благополучная семья, любящий муж, двое детей. Человек говорит, я хочу усыновить ребенка. Зачем? Мы, пребывая во власти нормальных стереотипов, думая о том, что усыновление — это вещь, наверное, которая нужна людям, которые не могут иметь детей собственных. Да, ну либо это какой-то такой социальный подвиг. Мы все дружно взялись ее отговаривать, рассказывая обо всех ужасах, которые с этим связаны. Но мы были вот теми, кто на нее влиял, отрицательно и негативно. Несмотря на все это колоссальное общественное давление, Женя никого не послушала. В их семье появился Матвей. Он стал счастливым сыном счастливых родителей. Матвею сейчас уже почти 10 лет. Все хорошо. И пройдя через все вот эти трудности по поиску, оформлению усыновительских документов и так далее, Женя пришла мысль, что она хочет создать общественную организацию, которая будет заниматься пропагандой усыновления и содействием в усыновлении таким же людям, как она, которые хотят усыновить детей. Она этой простой и сильной идеей загорелась сама, сумела переломить те стереотипы, которые были внутри нас, изменила нас, зажгла нас. И мы вместе с ней стали ей помогать в этом деле и стали заниматься подобными проектами. Ну, первое, что мы сделали, то есть, возвращаясь к предыдущему слайду, как это работает, Женя, наверное, стала той самой первой каплей, которая имела в себе силу и энергетику, чтобы начать что-то менять вокруг себя. А мы были там первым кругом, которые зажглись от нее, и дальше это все пошло распространяться и работать дальше. Что мы сделали? Мы придумали такой проект под названием «Голи и сердец». В этом проекте фотографы нашего города проехались по детским домам, сфотографировали детей. Не портретные фотографии, как вот бывают обычно, усыновите меня, а такие абсолютно обычные фотографии из жизни, которые показывали детей, как нормальных детей, точно таких же, которые живут в семьях. Фотографии превратились в фотовыставку, которая стала передвижной, и объехала театр и кинотеатр нашего города. Открытие каждой новой выставки сопровождалось каким-то ивентом. В нем принимали участие известные люди нашего города. Но самое главное было не это. Самое главное было то, что дети, которые изображены на фотографиях, они могли встретиться глазами с потенциальными родителями, с теми людьми, которые так же, как Женя, просто живут, имеют свои семьи, имеют своих детей. Но увидев вот эти глаза, они могли понять, что этот ребенок может стать моим. И у Жени родилась такая простая мысль о том, что усыновление — это не подвиг. Усыновление — это такой же способ пополнения семьи, как рождение ребенка. Ну, это абсолютно равноценный способ. И эта идея, она настолько нам понравилась, настолько нравится всем, кому мы о ней рассказываем, что, в общем-то, она с собой зажигает всех. И по результатам этого проекта, собственно, за три месяца, пока шел проект, «21 ребенок был усыновлен». Ну, если не усыновлен, то документы были поданы на усыновление. За полгода количество усыновлений в Новосибирской области возросло в несколько раз, и Новосибирская область стала лидером в России по количеству именно правильных усыновлений, усыновлений без возврата детей обратно, что очень важно. И этот опыт, он пошел дальше. Следующие те самые круги по воде, которые вы видели на предыдущем слайде, они, собственно, выразились в том, что люди из Санкт-Петербурга переняли опыт этот, сделали подобный проект. Люди из Нижнего Новгорода, из других городов. Переходя дальше. Ну, вот, Женя стала в нашей жизни таким человеком, который зажгла нас. Потом появился в нашей жизни еще один человек, Александр Чапасов. Ну, может быть, кто-то здесь и собравшись, узнает такого человека. Спортсмен, замечательный человек, многие легкоатлетические рекорды Новосибирской области до сих пор ему принадлежат, и у него возникла такая идея. Почему в Нью-Йорке, в Париже есть марафоны, в которых участвуют тысячи, сотни тысяч людей в качестве спортсменов, в качестве зрителей? Почему в нашем городе нет такого события? И он буквально по собственной инициативе, на собственные средства устроил этот праздник, сделал марафон Раевича, полумарафон, дистанция 21 километр. Через несколько лет это мероприятие переросло в сибирских фестивальбегах. Мы стали теми людьми, которых он заразил этой идеей, вошли в его команду. Но сейчас, к сожалению, несколько лет мы этим проектом не занимаемся, и так же, как и Саша. И так он несколько угас, наверное, без энтузиастов, которые его продвигали. И когда мы начинали только этим проектом заниматься, был точно такой же стереотип у нас по отношению к подобным вещам. Мы были первыми, кто говорил, Саше, ну вот массовая дистанция 3 600. Да ты с ума сошел? 3 600 метров? Для обычного человека это очень тяжело, да и зачем, собственно говоря. Пока мы занимались этим, мы переубедили сами себя, мы сами занимаемся бегом, до сих пор бегаем, выходим на эту дистанцию, действительно, абсолютно просто. Встал второй вопрос во время этого мероприятия. Второй вопрос стал вот какой. Дистанция основная 21 километр. Но для многих 21 километр пробежает такой маленький Эверест в этой жизни преодолеть. И стереотип, даже среди любителей бега и тех людей, которые выходили на массовые дистанции, стереотип жил и существовал о том, что это возможно только для профессиональных спортсменов. Как с этим бороться, как это преодолеть? Мы придумали такую идею. Мы объявили о том, что мы собираем команду первых, команду тех людей, которые готовы под руководством олимпийских чемпионов, лучших тренеров нашего города, под наблюдением врачей месяц тренироваться, для того, чтобы потом, во время фестиваля бега, выйти на старт и пробежать полмарафона. Но, собственно говоря, эта идея основывалась на простой мысли, которую мы услышали от Александра. Он сказал, что буквально каждый здоровый человек вполне способен это сделать. Буквально каждый месяц тренируясь, может пробежать 21 километр. Честно говоря, мы когда это объявляли, мы думаем, ну, наверное, соберется человек пять, ну, десять в лучшем случае. Каково же было наше удивление, когда у нас в заявке, которые были поданы, было около ста человек, которые хотели принять участие в этом проекте. В конце концов, 60 человек вышли на дистанцию, 60 человек успешно преодолели, 21 километр за ними наблюдали. Журналисты, зрители, это стало таким своего рода интерактивом. Для них в их жизни это стало событием. И вот во время тренировок произошла еще одна ситуация, которая, ну, тоже стала таким опытом, своеобразным, и научила меня тому, что мелочей в жизни не бывает. На первую же тренировку пришел человек по имени Стас Белух. Человек-инвалид, слабовидящий, практически вообще слепой. И он сказал, что когда он услышал об этом проекте, он подумал, что это для него может стать своеобразным жизненным подвигом, каким-то доказательством самому себе и окружающим, что он на что-то способен. И наш тренер, Александр Никитин, обратился к команде и говорит, ну, ребят, вот если вы возьметесь мне помогать, если вы скажете, да, мы берем Стаса, потому что с ним нужно тренироваться, бегая за руку. Он не видит дистанции, ну, как бы он не может бегать самостоятельно. Если вы беретесь, значит, мы берем Стаса и тренируем. Команда единогласно сказала, да, на протяжении месяца ребята по очереди бегали со Стасом по дистанции. Все были готовы, все выходили на старт, но вот каждый же бежит сам за себя на результат. Кто бы бежит со Стасом? Дистанция Красного проспекта незнакомая бы совершенно. И вот, опять же, очередной опыт удивительный. Буквально нескольких своих человек, знакомых мы спросили и сразу же нашелся среди достаточно влиятельных бизнесменов нашего города, не буду называть его имени, потому что он бы этого не хотел. Человек, который сказал, мне ничего не надо, никакой публичности, никаких лавров, никаких наград, я выйду и 21 километр пробегу со слепым человеком по Красному проспекту. То есть, представляете себе? Ну, безусловно, для всех этих 60 человек, которые были в команде первых, это стало своеобразным каким-то подъемом на Эверест. Но для Стаса это было вообще переломным моментом в жизни. Мы до сих пор общаемся с ним, хотя прошло уже много лет, в 2004 году первый раз была организована команда первых. Стас после этого пробежал еще не на одном марафоне, он прыгал с парашюта, он собирался в горы, он сплавлялся по горным рекам, и всегда его берут в команду, потому что у него есть уже этот опыт успешный, преодоление себя, своего маленького подвига, и этот опыт ему был там, потому что кто-то однажды смог зажечь нас, мы зажгли остальных, родилась прекрасная идея, кто-то поверил Стасу. Не бывает мелочей на этом в жизни. Ну, и в общем, куда дальше двинулось это все? Во время марафона приезжали гости из Омска, Сибирский международный марафон, они посмотрели на эту механику, применили у себя. На международной конференции пробегов по шоссе и марафонов Саша Александрович Басов выступил с докладом об этой механике. Она была принята на вооружение во всем мире, во всех марафонах, ну и успешно до сих пор реализуется. Ну вот, собственно, примеры, когда кто-то горел идеей и зажигал нас, да, до этого были. А сейчас расскажу, наверное, о том примере, когда, собственно, здесь вот плохо видно, что есть логотипы, где-то тут карточка, ну вот логотипы, собственно, это юбилейные символики города Томска, 400 лет, а это логотип авиакомпании Сибирь. Так вот, казалось бы, совершенно коммерческий проект участия авиакомпании Сибирь в 400-летии города Томска. Перед нами, как перед агентством, стояла задача сделать участие авиакомпании заметным, ярким. Ну и мы, как люди, уже поймавшие эту волну, понимающие, что любую возможность надо использовать для того, чтобы хорошие свет, по идее продвигать куда-то жить, мы предложили авиакомпании, сумели убедить их, томские власти в том, что это сработает. Предложили компанию «Томс – город добрых дел». Что было сделано? Ну, во-первых, мы нашли какие-то архивные данные об истории Томска, об истории благотворительности в Томске и так далее. Собрали пул информационных партнеров, которые нас поддержали, создали вот как раз тот самый проект, который вы упоминали у себя по поводу сайта волонтерства. Ну, мы создали информационный центр, поскольку это было ну, лет 7 назад. Степень проникновения интернета, тем более в городе Томске, была не настолько высокой, поэтому это был колл-центр, в котором стекалась информация о тех людях, которые нуждаются в помощи, и о тех людях, которые готовы ее оказывать. Ну, вот, собственно говоря, эта программа, она неожиданно большой отклик среди домичей вызвала, и были примеры, ну, тоже, наверное, показательные, в том плане, что единичные вроде бы случаи, но которые, в общем и целом, работали на пользу города. Николай Решков был такой человек, он вместе с энтузиастами построил на крыше дома спортивную площадку для детей. Одна Томская газета передала в дар библиотеке книгу ценную. Пенсионерка, вот, был замечательный пример, очень забавный, но в то же время такой душевный. Пенсионерка Виктория Васильевна Тубынина, ее фамилия, она собрала подборку фотографий, песен, стихов о Томске, объехала в год юбилея 8 городов, и своим знакомым, друзьям читала эти стихи, показывала фотографии о Томске. Ну, вот такие интересные, забавные примеры. Собственно, все это нас подводит к чему? Наверное, мы, когда подобные проекты разрабатывали, мы интуитивно понимали вот эту механику действия и передачи от человека к человеку идеи. В мае этого года мы были на международной конференции в городе Омске, где познакомились с Юлией Грязновой, это представитель Минградского соцразвития России, и она рассказывала о теории социальных вирусов, авторами которой являются, написано здесь, не буду пытаться отчитывать, и мы поняли, что все это звенья одной цепи, собственно, все это очень близко. Теория говорит о чем? Теория говорит о том, что такие социальные вирусы, как ожирение, курение, алкоголизм, одиночество, ну и так далее, негативные, но и позитивные тоже, они передаются от человека к человеку, причем, если я страдаю каким-то вирусом, страдает мое окружение, и через одного человека тоже это заражение происходит, происходит постепенно, независимо от того, влияем мы на него или нет. Ну и вот, собственно говоря, к чему, наверное, хотелось бы все это привести? К тому, что желаю вам болеть, болеть, болеть почаще, болеть такими вирусами, если вы сами не болеете, не горите какой-то простой сильный идеей, оглянитесь под стороны, возможно, кто-то рядом с вами горит, заразитесь от него, заражайте окружающих, и не думайте, что какие-то дела очень мелкие и незначительные, невозможно перевернуть все сразу и поставить ног на голову, потихонечку, потихонечку можно менять этот мир. Спасибо.